Ой, господи, кальян, который, когда многие видят, могут просто сказать, ебаны в рот, что это такое, блядь? А это у нас Darkside Zenith, собственно говоря, обзор на который тоже существует у нас на канале. И данному кальяну уже ебать сколько лет на самом деле, так что аж немножко страшно становится за него старичка, когда я на него смотрю. Во-первых, да, вы можете обратить внимание, у нас великолепная система коннекции шланга непосредственно с основанием. Это у нас обычный стандартный уплотнитель для ньюфагов, которые пришли сильно позже, там, условно, 2018 года. Вот так конкретно раньше соединялись все шланги с кальянами, не было у нас никаких притирок, не было никаких магнитов. Это было сильно большое исключение из правил. В основном все были на резинках. Тяжечку. Слушайте, наверное, многие не понимают масштабов. И так как, в принципе, один из самых популярных кальянов на данный момент все еще остается Альфа Хука. Ну, та, которая Model X, да? Хотите прикол? Смотрите прикол. Вот в масштабах Альфа Хуки как выглядит Дарксайд Зенит. Как вам разница? Мой пиздюк. Он очень большой. Этот кальян очень высокий, очень большой, имеющий свои определенного рода моментики. А если мы еще и сейчас прям сильнее приколимся... А мы приколимся. Потому что вот он у меня стоит. А вот Conceptix Smart. А вот так вот он выглядит вообще рядом со смартом. Слон и моська. Слышали про такое, да? Итак, давайте попытаемся разогнать, что из себя представляет данный кальян. Он представляет из себя огромную херню. Выше 70 сантиметров, по-моему, высотой. 11 или 10 миллиметров в диаметре внутреннем, что-то такое. С достаточно тугой, плотненькой тягой. Опять же, похожей на Starbass. У меня в данный момент стоит фанал на нем. Причем, типа, ну, там колодка, вулкан не перекрывает. И я бы вообще не сказал, что это прям легко тянется, ребята. Это прям вот тоже классика. Если мы с вами говорили про Orion, там была классика, которой она и должна быть. И здесь доп. сопротивление за счет у нас большой высоты. Потому что вам всю эту историю нужно очень сильно протягивать. Похоже ли это на Starbass? Я бы сказал то, что это больше уже в сторону регалов. У которых прям внутренний диаметр был очень-очень маленький. И, наверное, сейчас вот когда выйдет, или уже вышел на данный момент, когда вы смотрите обзор. Возможно, я уже его купил, и вы уже обзор посмотрели. Потому что я не знаю, когда этот видос выйдет. Халил Мамай, который 9 мм во внутреннем диаметре. Мы еще его тоже пощупаем. Возможно, там будет эталонка. Но здесь очень даже неплохо. Опять же, кальян куплены на барахолке. За очень дешево, работавши в заведении. Выглядит, блядь, ужасно. То есть, типа, внешний это просто пиздец. Да, он там. Вот тут покоцаны, здесь покоцаны. Здесь уплотнительное кольцо. Вылезло уже оно и сохлось уже от старости. Сверху это накладка. Верхушка, когда вы снимаете накладку, выкручивается из основания. Точно, как верхушка. Вот конкретно вот эта часть, где коннектор. Коннектор сам откручивается. Там такая площадка. Блюдце у нас тоже быстросъем. Огромное. В него можно скидывать углей. Хера в гору. Практически как корзину можно использовать. Тяжелый, что пиздец. Шатается, блядь. Я того душу трепал. И причем уплотнителями я пытался решить этот вопрос. Там есть такие уплотнители, которые нахер колбу могут сломать. Вот с такими уплотнителями, блядь, все в порядке. Но немножко жалко колбу. И за то, что я его купил, спасибо, естественно, всем нашим партнерам. Табачке, без табачки, уголькам. Всем нашим ребятам. Вы классный. Вы супер. Вы мне очень-очень сильно нравитесь. Да. А еще спасибо. Концептик дизайн Японо Хука. Если кому-то надо вот такую красоту, скидка 10% по промокоду Ваня Забей на сайте Концептик Дизайн и Японо Хука. Заходим, смотрим ассортимент. Возможно, кому-то там что-то нужно. И возможно, вам там что-то очень даже понравится. Вот. Как же он все-таки тянется? За исключением того, что здесь очень херовый коннектор. Кальян в целом и во всем остальном очень даже неплох. Монштук, кстати, не от него. При условии того, что в целом это очень даже неплохая штука, стоящая от 3 до 5 тысяч рублей на барахолках, много он стоит, к слову говоря, почти 15 тысяч. Вот типа нет, вот прям нет, вот нет. Внизу, где погружная вставляется в непосредственно основание, там бывают, начинают собираться рыжики. Непонятно почему. Основание так же хуй поймешь. То ли полиоцеталь, то ли алюминий анодированный, хер пойми. При этом типа ну кальяну много лет. И это не супер пушка, ребят. Не надо питать надежд на то, что это что-то прям великолепное и хорошее. Это просто классическая тяга. Если вы хотите себе вот то, что вы будете тянуть, как я говорил, тяга, порви легкое. Ваш выбор. Абсолютно ваш выбор. В целом, типа я помню, что в начале своего пути у меня был красного цвета зенит. И я его когда-то продал что-то, по-моему, тысяч за 5 рублей или за 6, что-то такое. Но в целом типа кальян очень неплохой, если вы за ним прям ухаживаете. Но вот это вот соединение, конечно, у шланга, которое чуть потянуло, и у тебя шланг выпал, не самое прикольное. Плюс в процессе курения там все равно собирается конденсат, который так или иначе делает так, что ваш шланг потом выпадает. Нам это надо? Нам это не надо, естественно. Я его купил просто потому, что ну типа хочу в коллекцию. Вот поэтому я его себе и купил. И для того, чтобы вам показать, рассказать, что вот такие вот балясины были, все еще есть. Они даже где-то еще продаются, но за полную стоимость не рекомендую в принципе. Барахолка в более-менее вменяемом состоянии, если вы его хорошо осмотрели, в целом это покурить можно. Ну и на этом у меня все. Напишите, кстати, в комментах, какой у вас был самый высокий кальян. Прям модель. Вот было бы интересно почитать, какими кальянами пользовались вы. Потому что вот это был одним из самых первых таких вот прям огромных кальянов в моей коллекции когда-то очень давно. Вот. Я вас всех люблю. Обнял, приподнял. Все как всегда. Ну и по нашей старой, доброй, уже давно сложившейся, мы с вами увидимся где? Правильно. В следующем видосе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова